Приветствую, друзья! Я хотел назвать этот ролик «За кого ни в коем случае нельзя голосовать на выборах в Госдуму». Ну, такое длинное название просто не поместилось на обложку. Так вот, на этих выборах ни в коем случае нельзя голосовать за Путина. Формально это выборы в Думу, и мы должны будем избирать 450 депутатов Нижней Палаты Парламента. Депутатов, которые должны обсуждать новые законы и голосовать за них. Но это обман, видимость. Единственный смысл и предназначение Думы этого созыва – это подстраховать Путина в 2024 году. В 2024 году истекает его очередной президентский срок, и Путину предстоит нелегкая задача – передать свои полномочия самому себе или какому-нибудь отобранному преемнику. Уже сегодня практически половина российского общества не поддерживает этот расклад. А в 2024 году все будет для Путина еще сложнее. Поэтому ему нужна послушная Дума. Спасибо. А у нас с вами интересы совершенно противоположные. Ему нужна послушная Дума, а нам нет. Поэтому поддержка или не поддержка путинского нового срока – это главный критерий на этих выборах. Я несколько раз обещал предоставить обществу информацию по вопросу, кто из кандидатов поддерживает новый срок Путина. И за кого, соответственно, нельзя голосовать. Пришло время выполнить обещание. Отдельно подчеркну. Я не говорю, за кого надо голосовать. Это вопрос я оставляю для коллег из умного голосования. А вот тех, кто избирается в Думу, чтобы помочь Путину править до 2036 года, я покажу. Итак, мы запустили сайт, посвященный выборам Думы восьмого созыва. Главное, что нам расскажет этот ресурс – кто из кандидатов выступает за новый срок Путина. Вам достаточно ввести ваш адрес, и сайт выдаст вам, кто из кандидатов выдвигается в вашем округе, и какая у этого кандидата позиция по главному вопросу этих выборов. Или вы можете вывести список кандидатов и посмотреть на всех сразу. Если кандидат обведен красным, значит, он высказал свою поддержку новому сроку и обнулению Путина. Конечно, мы можем судить только по публичным высказываниям политиков. Действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства. Но и это уже немало. Вам не надо рыскать по интернету, искать все заявления кандидатов в депутаты. Один щелчок мышью, и вы понимаете, кто перед вами. Все выводы на сайте делаются на основании личных заявлений кандидатов. Исключение составляют кандидаты от «Единой России». Поскольку у «Единой России» вообще нет иной идеологии, кроме поддержки вождя. Все кандидаты от этой партии автоматически помечаются как сторонники нового срока Путина. Процедура официального выдвижения пока не стартовала. И тем более пока нет зарегистрированных кандидатов. Поэтому для начала мы внесли в список действующих депутатов Государственной Думы. Поскольку они с высокой степенью вероятности будут баллотироваться в новый созыв. Около таких кандидатов вы можете увидеть соответствующую пометку. Также в списке уже есть те, кто заявил о своем намерении выдвинуться в кандидаты. Список постоянно обновляется на основании новой информации о выдвижении. И как только начнется процесс регистрации, мы будем вносить кандидатов на сайт с пометкой, что они уже, например, зарегистрированы. У вас также есть возможность добавить на сайт кандидата или информацию о кандидате. Вы знаете, что какого-то кандидата зарегистрировали, но не можете найти его на сайте? Присылайте информацию. Знаете позицию кандидата по отношению к новому сроку Путина? Пишите нам. Кому-то может показаться, что мы зря настолько сосредоточились на фигуре президента. Мол, много чести для этого человека. Это, естественно, не вопрос чести, а достаточно адекватной оценки ситуации. Можно ли сказать, что Путин лично отвечает за каждую проблему, трагедию или преступление в стране? Наверное, это будет преувеличением. Но за наиболее существенные и значимые, конечно, отвечает лично. Это Путин отдавал приказ на штурм Норд-Оста и школы в Беслане. Оба штурма окончились трагедией. Это Путин до сих пор покрывает убийц Немцова и Политковской. Ракетные комплексы БУК не поставляются на территорию соседней страны без ведома верховного главнокомандующего. Без путинского решения не используется полоний или новичок. Путинская система власти максимально централизована. Все серьезные решения принимает один человек. Поэтому за политические, силовые, экономические, социальные решения ответственность несет один человек. Ответственность не фигуральную, а прямую. За повышение пенсионного возраста отвечает Путин. Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. За репрессии против оппозиции тоже. За фактический железный занавес с соседями он же. Хорошо. В любой стране сильной президентской властью за все отвечает чиновник на этой должности. Так может быть Путин просто делает то, что должен, что делал бы любой человек на этом посту. Это не так. Очень важно не путать причину и следствие. Путин покрывает убийц Немцова или направляет зондеркоманды с новичком по стране не потому, что так должен поступать каждый президент. Путин делает это, чтобы остаться президентом навечно. И чем дольше он будет находиться у власти, тем больше для него будут ставки. Тем важнее дальше оставаться президентом. Тем больше будет новых преступлений, репрессий и жертв. Ради чего Путин уже 20 лет цепляется за власть. Смысл власти для него – это простое, незамысловатое воровство. Так было 20 лет назад, когда я поднимал тему коррупции путинского окружения. Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. Это 10-12% ВВП. Так продолжается до сих пор. Вообще, про цели и задачи путинского государства можно много не говорить. Достаточно посмотреть на пару цифр. Вот график с динамикой располагаемых доходов граждан. Уровень падения вы видите. А вот по доле состояния миллиардеров ВВП путинский режим находится на первом месте в мире. И это черта именно путинского времени, а не ельцинского. Родственники, друзья, сослуживцы, однокурсники Ельцина не становились миллиардерами. То есть, родственники, конечно, стали миллионерами. Но, вы будете смеяться, это как раз не при самом Ельцине, а уже при Путине. Путин сделал из государства систему личного обогащения для себя и своего окружения. Ради сохранения власти он готов на любые действия или даже преступления. Вся система управления страной построена на понятийных взаимоотношениях, замкнутых на его личность. Поэтому, да, в этой ситуации личность Путина становится ключевой. Конечно, нельзя гарантировать, что в случае ухода Путина в стране автоматически станет лучше. Но можно со стопроцентной вероятностью говорить, что пока он не уйдет, лучше точно не станет. Поэтому вопрос об отношении к новому президентскому сроку Путина является ключевым даже на выборах в Думу. Это не вопрос нравится вам, Владимир Владимирович, как человек. Это вопрос к кандидатам в парламент. Хотите ли вы, чтобы у нашей страны и граждан было будущее? Или вас устраивает Россия, где ради друзей президента все остальные беднеют и лишаются перспектив? Где политических противников можно кидать в тюрьму и травить новичком? Где закона нет, а есть право сильного? Где жизнь гражданина не стоит ровным счетом ничего? Только если задать эти вопросы в такой форме, то либо увильнут, либо соврут. А вопрос об отношении к новому сроку Путина прекрасно заменяет все остальные. Мне кажется, что вне зависимости от того, как вы собираетесь действовать в день голосования, вам будет полезно знать, как кандидаты отвечают именно на этот вопрос. Я сейчас не призываю вас голосовать. Но если вы пойдете голосовать, то имеете право знать позицию потенциального получателя вашего голоса по самому принципиальному вопросу предстоящих выборов в Думу. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо вам! Спасибо.